Привет, друзья! Многие из нас даже не задумываются о том, что вся наша жизнь настолько быстротечна, что в любой момент может произойти всё, что угодно. И, к сожалению, лишь когда мы остаёмся один на один с проблемой, тогда мы начинаем трезво оценивать ситуацию. Кто-то избегает решения трудностей и винит обстоятельства окружающих, систему, а кто-то смотрит им прямо в лицо и принимает вызов. И именно об этом и будет наша история. 17-летний Тупак Мосли – обычный подросток из города Мемфис, штат Теннесси. Он, как и большинство детей из бедных семей, видел только улицу и грязные кварталы, где слово «закон» далеко не в приоритете. Друзья, знакомые, соседи – все жили жизнью, которую им диктовала улица. В таких кварталах слово «братство» значит намного больше, чем моральные принципы. Ты должен быть как все, и выбиваться из общей стаи – плохая примета. Как вы понимаете, об учёбе речь и не шла. Всё, что парня волновало – это друзья и окружение. Да и планов на жизнь как таковых у него не было. Все понимают, чем заканчивается карьерная лестница в таких районах. Но однажды произошли события, которые полностью изменили жизнь Тупака. В начале 2019 года в семье Мосли жизнь разделилась на до и после. Семья потеряла своего единственного кормильца. Отец и любимый муж умер после болезни. Лишившись постоянного источника дохода, мать парня устроилась на работу, но её зарплаты катастрофически не хватало. Проблемы за проблемой стали накатывать на семью, словно гигантские волны во время шторма. Неоплаченные счета стали всё чаще появляться в почтовом ящике, а грозное уведомление о выселении семьи поставило жирную точку. 21 февраля мать вместе с детьми осталась на улице без цента в кармане. Что делать, куда идти и как жить дальше, она даже не представляла. Некоторое время вся семья прожила, скитаясь по соседям, знакомым и приютам. Но, как вы понимаете, это не могло продолжаться вечно. И вот дошло до того, что парень вместе с матерью, братьями и сёстрами оказался просто на улице, перебиваясь случайными заработками и живя просто в палатке. К слову, неизвестно, чем могло всё закончиться, но, к счастью, навстречу пришла некоммерческая организация Мемфиса. Волонтёры For The Kingdom как раз занимаются адаптацией трудных подростков. А так как парень состоял на учёте в школе из-за многочисленных пропусков, то организация предложила Тупаку и его семье временное бесплатное жильё и питание. Вроде казалось, крыша над головой есть и можно плыть по течению. Но парень понимал, что это только на первое время и в любом случае нужно что-то предпринимать. После смерти отца Тупак как старший сын по праву занял его место и теперь уже он должен был защищать и нести ответственность за всю семью. Перед ним стоял выбор – искать работу или окончить школу на отлично и попытаться получить стипендию в колледже. Конечно же, в большинстве случаев парни с неблагополучных кварталов выбирают первый вариант для решения финансовых проблем здесь и сейчас и бросают школу, так никогда больше не получив образование. И не всегда, как вы понимаете, эта работа бывает законной. И Тупак тоже об этом подумывал, но узнав о его намерениях, мать парня настояла на том, чтобы он всё-таки окончил школу и получил образование, потому что она твёрдо верила, что её сын способен на многое. Долго раздумывая вечерами и борясь с самим собой, парень принял окончательное решение. Он очень хотел, чтобы все его близкие – мать, сёстры и братья – могли им гордиться, ведь теперь именно он тот человек, который и будет примером для них. Проблемой было то, что до конца учебного года оставалось несколько месяцев, а парню нужно было наверстать упущенное и поднять свои оценки выше, чем 3,8 балла. Но как? Ему предстояло много работы. Он засел за книги, учился сутками напролёт, не встречался абсолютно ни с кем, из школы шёл только или в библиотеку, или домой. О дружках пришлось забыть, хоть и приходилось выдерживать тонны критики и насмешек. Так продолжалось почти полгода. Ночью и днём он только и делал, что грыз гранит науки. И у него всё получилось. В конце учебного года рейтинг школьника составил 4,3 балла. Никто не мог поверить в то, что парень, который ещё полгода назад шастал по улицам и подворотне, станет лучшим учеником в своём классе. За несколько дней до выпускного Тупак разослал эссе в десятки университетов страны, а если быть точнее, то практически во все, что были. Он просто шёл по списку вузов в алфавитном порядке. В эссе он написал свои достижения и аргументировал, почему он претендует на ту или иную стипендию. Как признаётся уже сейчас парень, он надеялся получить хотя бы две стипендии. Тогда можно было бы сводить концы с концами и помогать младшим братьям и сёстрам. Но то, что произошло дальше, никто не ожидал. Около полусотни университетов страны согласились выделить ему деньги. Он получил сразу 50 стипендий на общую сумму в 3 миллиона долларов. Это 193 миллиона рублей. Из всех учебных заведений Тупак выбрал государственный университет штата Тенеси, где будет изучать электротехнику. Президент университета лично приехала из Нешвилла в Мемфис, чтобы предложить целеустремлённому подростку стипендию, включающую бесплатное проживание в общежитии и питании. Также парень смог получить и престижную стипендию Билла Гейтса, написав эссе о своём имени. Мальчика назвали в честь рэпера Тупака Шакура, и это имя стало для него одновременно благословением и проклятием. В эссе он рассказал о том, что его не всегда воспринимали всерьёз. Один из учителей даже требовал подростка представиться настоящим именем, отказываясь верить, что его назвали в честь исполнителя. Уже этой осенью подросток купил новый дом, куда и перевёз всю семью. Парень не забывает о них и частенько навещает их уже в новом доме. Своей историей он поделился на школьном выпускном, чтобы таким образом вдохновить всех ребят учиться и бороться с трудностями, и никогда не сдаваться. Все горести семьи Мосли уже позади, а в их доме царит радость и долгожданное счастье. Ну а это история о том, что любые обстоятельства можно преодолеть, если у тебя есть характер. Ведь у каждого из нас есть тысяча возможностей, чтобы всё изменить, самое главное – никогда не опускать руки. Друзья, а вам понравилась история этого обычного паренька? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня это всё. Пока!